Этим утром покупатели идут бодро, продавцы рады. А вот апрель и май в этом магазине были непростыми. Спас льготный под 2% кредит от государства. Самое страшное в период любого абсолютно кризиса это потерять работу и доход. Это известно как мне, как предпринимателю, так и моим сотрудникам. Часть этих денег мы отправили на сохранение рабочих мест и заработных плат моим сотрудникам. Оставшиеся на долги. У Анатолия Погорелова целая сеть магазинов. В разгар пандемии торговля почти встала. Плату за аренду снизили, но без льготной и финансовой поддержки было трудно сохранить бизнес. Кредит удалось получить быстро, без бумажной волокиты. Кредит действительно уникальный, первый в истории банков, потому что он помимо статуса льготный имеет еще статус невозвратный. Условия выдачи нужно было попасть в перечень отраслей, которые пострадали в период пандемии. Собственно говоря, условием, которым можно не возвращать кредит, это не сокращать штатную численность. Мы приняли порядка двух тысяч заявок на этот кредит, в рамках которых одобрили порядка 2,4 миллиарда рублей. При этом кредитом уже воспользовались 1600 клиентов на сумму миллиард 300. Банки активно откликнулись на призыв государства помочь малому бизнесу. Кроме льготных кредитов предоставляли отсрочки по выплатам уже взятых займов. В период пандемии была оказана беспрецедентная государственная поддержка, в том числе и через кредитные учреждения. Мы радуем, что банки смогли оперативно отреагировать, перестроить свои внутренние процессы, существенно ускорить сроки выдачи и снизить требования к тем заемщикам, которые к ним приходят за кредитами. Мы надеемся, что эта тенденция будет продолжена и дальше. И предприниматели, которые уже получили такие кредиты, несомненно, отмечают скорость реакции, быстроту выдачи. И на другие продукты банковские мы тоже видим, что это начинает отражаться. И доступность банковского кредитования у нас в регионе существенно улучшается. Всего в Ярославской области по всем направлениям поддержки малого бизнеса было одобрено порядка 5000 заявок предпринимателей на общую сумму 15 миллиардов рублей. Дергий Колкин, Сергей Ватин. День в событиях.